Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем тестировать новинки прошлого каталога, а именно еду. Начнем мы с пасты. Паста у нас пали, я знаю, из твердых сортов пшеницы, из цельного зерна, овса, ячменя и ржи. И пшеницы, да? Так, для контроля веса и так далее. Артикул 158,73. Граммовка, в обзоре заказа я вам говорила, где-то было написано прям крупно. Вообще пачка большая, не совсем маленькая. Сейчас мы найдем, где же тут у нас граммовка, да? А, вот она, 400 граммов. Макароны никакие, в принципе, не варю. Я довожу воду до кипения, забрасываю туда макароны, вода вместе с макаронами закипает, я выключаю, накрываю крышкой. По соли, девчонки, сейчас артикул 158,71. Как и предыдущая версия, в розовой баночке соль практически несоленая. Если вы всю жизнь ели обычную соль, переходить на эту сначала будет сложновато, потому что даже если вы высыпите одну треть банки, пища будет слабо соленой. Практически не ощущается. Я не знаю, я вот столько сейчас сыплю на кастрюльку, она с магнием у нас. Переход болезненный, скажем так, но потом привыкаешь и все нормально. Так, теперь мы ждем, пока закипает вода. Закипело, я высыпаю макароны, буду высыпать целую пачку. Обычно нам пачки на четверых человек много. Но здесь попробую целую пачку сварить, чтобы показать вам, сколько получилось и так далее. Хорошенечко размешиваем и ждем, когда вода вместе с макаронами, лук у меня тут из мяса попал, вода вместе с макаронами закипит. И сразу выключаем. Все, вот вода буквально через 2 минуты закипела. Мы снимаем пену, которая у нас тут образовалась. Вот так. Перемешиваем их еще раз, как следует. И выключаем. Все, газ выключаем. Сливаем крышечкой и забываем плотно на 15-20 минут. Через 15-20 минут мы сливаем воду и можно кушать. Если кушать будем попозже, значит добавляем несколько кабелек подсолнечного масла. Еще раз перемешиваем, чтобы макароны впоследствии не слиплись. И оставляем до того момента, как будем подавать ужин. Так выглядят макароны. Они такие буроватого цвета. Я сейчас попробую, скажу вам. Слушайте, нормальные макароны. Правда, не соленые. Потому что это соль, но сколько ее не сыпят. Нормальные макароны. Если макароны не варить, а делать вот так, они все вкусные. Вот именно вкус макарон. Ну, нормальный, обычный. Не скажу, что там чувствуется какая-то определенная крупа. Они из-за этого теряют свои свойства, там какие-то свой вкус. Нормальные, обычные макароны. Поэтому, я думаю, мы полностью переходим на них. Если их сейчас все не разберут, будут еще заказать. Прекрасно. Вообще, очень вкусно, прекрасно. Они не слиплись, кстати. Я масла не добавляла. Что удивительно, они не слиплись. Получается, с одной пачки много. То есть, это на два дня. На семью из четырех человек. Обещала вам показать умывашку новую iFseul. Мы сейчас с вами не тестировали, да, вместе. И тканевые маски. Приступим. По умывашке iFseul. Это жемчужный крем для умывания. Из нашей корейской линейки. Артикул 03.97. Здесь 120 мл. И это что-то с чем-то, девчонки. Вот у меня было много подобных именно корейских продуктов. С похожей консистенцией, с похожим действием, с похожей отушкой. Но это прям превзошло все мои ожидания. Невероятно крутой продукт. Но я для себя вывела формулу, как мне им удобнее пользоваться, нежели чем написано в инструкции. Здесь у нас наносите небольшое количество на влажную кожу лица, мягко массируйте в течение 30 секунд, смойте теплой водой. Я делаю немножко по-другому. Нам с вами нужно намочить руки. Можно и лицо немножко смочить. Выдавливаем небольшое количество крема. Он прям такой жемчужный. Видите, он переливается прям как жемчуг. И вспениваю в руках. Так получается реально пена. Когда я наношу на лицо, даже на влажную, я вот изначально так делала по инструкции, нету такого количества пены. Вот так мне понравилось больше. Вот даже еще хочется добавить водички, немножко прям в руки ливануть. Вот. Вот теперь пена. Достаточно количество воды. И вот таким образом очищаем. Можно воспользоваться. Я видите, даже много. Надо прям вот совсем капелюшечку. Расход будет минимальный. Вот просто минимальный. Так, рассказываю, в чем здесь фишка. Это такая плотная консистенция. Даже в пене достаточно плотный. Безумно крутецкий аромат. Какой-то чистый, вымытый кожа. Вот. Он классный. Он не сильный. Он ни на что не похож в линейке Айсиул. Он свой. Какой-то вот такой вот интересный. Декольте хочется тоже так помыть меня сегодня. Невероятно крутая штука. По лицу это как будто такая вот нежная, кремовая консистенция. Вот с чем-то сравнить Фаберлик не могу. Это новый инновационный продукт. Он очень крутой. Мне гораздо больше понравилось. Это кто? Этот крем. Крем, правильно? Крем он у нас для умывания, нежели молочко Беройл. Вот прям мне вообще очень понравилось. Я не любитель таких продуктов. И вот корейские такие продукты, когда прислали. А рассылки были, когда сама приобретала. Ну как-то мне не заходит. Я больше люблю пенку. Тут просто когда я увидела результат, я массирую подольше. Мне нравится ощущать этот продукт на лице. Когда увидела результат, я просто обалдела. Вот еще хочется добавить воды. Добавляем воды. Оно все это дело очень хорошо пенится. Прям просто замечательно. Расход будет минимальный. Такой баночки прям хватит действительно очень-очень надолго. Сразу скажу, что макияж смывает на ура. Но я бы оставила все равно вот этот этап очищения после мицеллярной воды. Хотя вот если лень, все смывает на ура. Вот абсолютно все смывает на ура. Так. И теперь мы с вами умываемся. И вот тут наступает прямо шок. Видно. Мне кажется, видно. Хоть камера этого всего и не передает дело, это просто шок. Кожа идеально чистая. Она высветленная. За счет того, что абсолютно каждая пора вычищена просто до бела. Оно до скрипа. Вот кожа скрипит. Слышно. Вам надо прям к динамику вот так вот подойти вам и поскрипеть. Вот просто до скрипа. Просто до скрипа. Все идеально чистое. Поэтому нравится. Поэтому нравится. Это будет моим любимым продуктом. Я буду еще однозначно покупать. Мне очень нравится. Оно, не скажу, что пересушенное. Что прям очень сильно сразу хочется что-то нанести. Нет, не скажу. Но очищенное идеально. Если вы хотите, постоянно вам это повторяю, не устану повторять, чтобы крема, кремы, простите, сыворотки, маски работали, чтобы вы видели от них эффект, нужно кожу хорошо очистить. Если вы ее не очистили, все, можете кремы все выкинуть в мусорку. Они не будут работать. Это будет только видимость того, что вы что-то там на себе намазюкали. Не более того. Кожу обязательно нужно очищать хорошо. Вот этот продукт справляется просто. Ну, ура, он меня покорил. Он, не знаю, на данный момент является, наверное, самым лучшим средством в этом плане. То есть для ежедневного очищения вообще просто бомба. Просто бомба. Высветленная. Я думаю, с пигментацией он будет бороться. Мое пятнышко еще здесь, видите, маленькое. С пигментацией будет бороться. И высветлять. И ровный тон. И лицо лоснится, несмотря что вроде как она такая обмотированная и пересушенная слегка. Дальше наносим свой уход. Все, наслаждаемся. Потрясающий, девчонки, продукт. Вот прям смело рекомендуем. Вещь. Дальше давайте с вами сначала попробуем гидрогелевую маску. 1384 артикул. Экспресс преображение за 20 минут. Сейчас как раз кожу с вами напитаем. Здесь нет инструкции, как тут, что делать. А маска, я уже видела обзор, она такая замысловатая. Очень хорошо пропитана. И вот тут встает острый вопрос, с какой стороной к лицу ее лепить. Капает прям все. Капает, течет прям на пол жуть. Так, ну синее у нас должно остаться с вами на лице. А вот белое, я что-то не знаю. Здесь аж два белых слоя. Вы представляете, здесь аж два белых слоя. Скорее всего, это все должно остаться на лице. И какой стороной прикладывать, об этом тоже история умалчивает. Ну вот, смотрите. А, нет, она между двумя белыми слоями. Вот этот гидрогель. Вот, как вы думаете, нам их нужно снимать? Я думаю, что нужно. Вот я снимаю первый слой. Вот этой вот масочке, которую можно отдать соседке, например. Потому что она тоже хорошо пропитана. Ну, если вместе с кем-то делаете, дочери, маме, бабушке. Вот теперь у меня синяя сторона к лицу приложена. Но она будет не очень... Нет, нормально фиксируется, знать надо прям лечь. А если снять белую теперь, вот вторую белую мы снимаем с вами, да? По идее должно быть все вот так. То вот он гидрогель. То есть вот эта синяя сама гидрогелевая маска, она прям гель как патчи по ощущениям тактильным. Она находится между слоями вот этой вот беленькой. Я вообще все, что связано с гидрогелевым уходом, очень уважаю. Ложится ничего так вроде по размеру. На мое даже широкое лицо, видите, хорошо ложится. Все разглаживаем. Поправляем. Она еще скользкая такая. Вот тут можно надрезать, конечно, чтобы плотненько на переносицу везде легло. На нос прям хорошо легло. Вот. Складочки, кстати, все вот эти заломы легко убираются. Именно за счет того, что она гидрогелевая. Слушайте. Мне вот так вот очень нравится пока. Сейчас пойду еще ножницами вот тут вот подрежу, чтобы она удобно лежала. А так мне нравится размер. Наконец-то у масок Фаберлик удачный размер. Вот это все дело можно хоть на тело. Слушайте, пропитку вот эту вот прям ее дофигища. Реально дофигища. Хватит на все дело. И опять же всей семье. Вот так прям, вот так. Это у нас мгновенное преображение. У меня еще одна такая есть. Но я прям что-то почему-то мне предчувствие мое подсказывает, что я еще сейчас пять штук в корзину положу. Интенсивно увлажняет, восстанавливает, разглаживает. Гидролизированный коллаген в составе маски оказывает омоложивающее действие, подтягивающий эффект. Улучшает контуры лица. Сокращает количество, глубину морщин. После применения маски кожа выглядит свежей, отдохнувшей, сияющей. Да, инструкции здесь вот именно, что сам гидрогель находится между двумя слоями, нет. В карточке товара, насколько я знаю, этого тоже нет. Но мы с вами опытным путем дошли. Это такая приятненькая, это классно. Все пошло делать дела. И расскажу вам потом про эффект. Ну что, снимаем. Уже, наверное, полчаса в ней хожу. Не скажу, что она там прям как-то совсем высохла. Еще можно было бы и походить. То есть под ней прямо у нас такая влага. Ой, приятненько. Как масочку-пленку, только без болезненных ощущений. Сейчас буду смотреть. Слушайте, ну невероятно круто. Мне очень понравилось. Ровный тон лица, кожа увлажненная. Сейчас до конца все впитается. Потому что под маской влага она все это время была. Она все это время работала. Как будто вы одели один большой пачечный лицо. И хорошо выглядите. Действительно, действительно маска такого вот моментального преображения. Когда собираетесь куда-то сделали, все пошли, красота. Кожа увлажненная, пока есть легкая липкость. Я думаю, сейчас через минут пять уже все это дело пройдет. Мне очень понравилось. Мне прям такую еще хочется на декольте прям вот так вот налепить. Прям вот лицо себя чувствует комфортно. А вот здесь вот чувствую, что не совсем комфортно. Вторую маску прям на декольте какую-нибудь. Слушайте, а ведь есть же такие гидрогельные маски. Чего Фуберлетт не придумывает. Может услышит нас и на декольте вот такую прям гидрогельную. Вообще огонь было бы просто. Мне понравилось. Кожа увлажненная. К ней приятно прикасаться. Упругая такая. Тон выровнен. Хорошо выглядит. Плюс еще до этого вот очистились как следует. В общем, результат на лицо. Такое здоровое сияние изнутри, да. Мне очень понравилось. Супер. Прям смело могу рекомендовать. Сейчас кину себе в заказ обязательно еще штук пять. И вечером с вами тогда Be Royal протестируем. Настало время золотой масочки Be Royal. Артикул ее 1574. И как раз я вам сейчас покажу, как хорошо смывает вот этот крем макияж. Снова вспениваю его в руках. Намочила лицо и вообще все, что только можно. Как следует прохожусь сначала по всему лицу. А потом глазки. Всегда хочется добавить воды. Глаза теперь. Пены много. Опять вы видите, а я ничего не вижу. Очень хорошо. Причем у меня вот тушена. Не каждой мицеллярке хорошо поддается. Иногда прям со второго раза. А тут прям все замечательно. И потом сейчас еще под кран пойду. И с водичкой опять все это дело еще вот так немножечко пройдусь. Потому что прям вот очень густой крем. Очень густой. И постоянно вот в процессе умывания. Но надо это делать, естественно, драками. Хочется добавить воды. Вот я уже туши не чувствую. Все чистые реснички. Умываюсь. Вот такая красота. Идеально чистое лицо. Макияж смылся. Все опять до скрипа. Прям просто шикарно. Маска для лица Honey Infusion. Укрепляет, омолаживает сияющий свежий вид. За 15 минут кожа становится более упругой, гладкой и увлажненной. Пропитанная сывороткой маска идеально прилегает к контурам вашего лица. Сейчас посмотрим. Для максимального поверхностного контакта и доставки активных компонентов, концентратов, глубокие слои кожи. Здесь у нас золото и медовый экстракт. Аккуратно нанесите маску на лицо с золотой стороной вверх. Тут хоть написали инструкцию. Разгладьте маску, чтобы она плотно прилегала к коже. Оставьте на 15 минут. Снимите и мягкими массирующими движениями распределите оставшуюся сыворотку. Ну и то, что она не смывается, это тоже плюс. Погнали. С золотой стороной наружу. Все запомнили. Тут сыворотки, мама, не горюй. Хватит тоже после душа прям на тело нанести. Я пока не чувствую, потому что вот аромат умывалки перебивает все. Не могу понять, что по запаху. Тут, в принципе, как бы все нормально. Тут не запутаешься. В золотой не запутаешься. Внутри она белая, снаружи золотая. Но она двухслойная все равно тоже. То есть золотая и белая это две части. Поэтому, казалось бы, кто-то мог подумать, что я надо смывать. Нет, я чувствую только умывалку. Или у нее совсем нет запаха. Или я уже из-за умывалки его не чувствую. По крайней мере, он не перебивает. С золотой стороной наружу. Вот так вот, видите? Сегодня сияшка прям. Сияшечка. Тоже вот здесь разрежу, потому что к коже не прилегает. Вот сейчас ножничками разрежу. А так вроде разглаживается нормально. Надрезов, конечно, не хватает. Я бы вот тут надрез вот сделала, чтобы без заломов маска на лице фиксировалась. Очень близко расположены друг к другу глаза. Мне прям маска давит на внешний угол глаза. Вот эти вот разъемы нужно было сделать либо пошире, потому что мне прям в глаз попадает. Хотя у меня глаза как бы, ну, анатомических каких-то изъянов нет. Опять маска была сложная. Вот здесь вот этот залом, которым грешат все маски Фаберлик. Я надеюсь, он на лице не отпечатается. Но у меня почему-то уже такое сомнение. Маска по себе из плотного, сама по себе из плотного материала. Что золотая страна, что белый. На белый тоже вот этот залом. Я боюсь, что он отпечатается. Он никак не разгладится. Соответственно, ну, посмотрим. Может быть эффект того будет стоить. Гидрогелевая маска в этом плане, конечно, удобнее. Там никаких заломов у вас с лицом не будет. Надрезов не хватает на лекаре. Очень не хватает. Тут я бы сделала и вот тут надрезы. И тогда бы она легла идеально, ровно. И очень неудобно в плане глаз. Видите, прям в глаза заезжает уже. Глаза пока не щипет. Но это очень неудобно. То есть с закрытыми глазами сейчас буду лежать. И потом вам расскажу. Ну что, снимаем. Она уже практически высохла. Да, почти сухая. Пойду смотреть. Вы знаете, вот тут я почему-то практически так же, как и после молочка для умывания из этой же серии, увидела эффект выбеливания. Вот правда. Сказать, что какое-то питание, нет. У меня как-то наоборот. Даже вот в некоторых местах кожа стянутая. То есть после этой маски мне хочется еще и крем нанести. Мне маловато. То, что тон ровный, то, что лицо чистое, но это опять же заслуга умывашки. Легкое увлажнение, да, но я чувствую все равно, то есть на лице, которое появляется после вот этого средства осиул. То есть маска мне не дала должного увлажнения, уж тем более питания никакого тоже не дала. Есть легкая липкость, как после всех масочек. Она пройдет. Ну вот, знаете, слабенько, что ли, как-то так. Не знаю. Мне маска из серии Калакен понравилась больше, чем Биройл. Она неплохая, она нормальная. Заломы, кстати, не оставила. Тоже вот ей за это прям большое спасибо. Заломов не оставила вот этих вот. Какой-то вот есть опять почему-то выбеливающий эффект. Опять видите, видно разницу между декольтой и лицом. И легкое увлажнение. Возможно, какое-то питание на клеточном там уровне, вот это вот все вглубь проникло. Ну, кожа гладенькая как бы. Кожа разглаженная, все нормально. Но она у меня и так гладенькая. Вот, поэтому я не знаю, конечно. На утреннее применение даже подойдет. На ночное я сейчас вот возьму крем Биройл, который я вам уже делала, обзор на всю линейку. И намажусь еще мне, потому что маловато. Суховато кожи, я еще хочу. Поэтому вот смотрите сами. Так неплохая масочка. Как бы негатива не вызвала. Но у меня, при всем при том, что кожа не сухая, ей прям захотелось после маски питание. Не додала. Так что вот так, девочки. Думайте сами, смотрите сами. Вот теперь мне хорошо. Вот теперь ночной крем нанесла. Вот теперь кожа прям хорошо. Теперь чувствую, что стянутость вся ушла. Вот так вот интересно. Я вам все показала, все рассказала. Думайте сами, решайте сами. На этом ролик буду заканчивать. Надеюсь, было вам полезно, интересно. Ссылочку для регистрации Фаберлик оставляю под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok